Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй и сегодня с нами покупочки с Алиэкспресс. А на самом деле одна покупочка, которую хочу вместе с вами затестить. И надеюсь, что она будет супер-пупер находочка. Итак, я давно уже хотела заказать вот такую вещь, благодаря которой можно заплетать жгутики, косички. Но, по-моему, не косички ей можно заплетать, а очень прикольные жгутики. И такие мелкие. Короче, если их распустить, мне кажется, еще будет очень круто. Давайте вместе с вами затестим. Я видела некоторые обзоры на вот эту штуку, и на самом деле у девчонок не получалось, что-то там все путалось. А я, по-моему, знаю, я, по-моему, знаю, как это делается. Итак, открываем. В набор у нас здесь входит инструкция, в которой ни хрена не написано. Дальше тропиканочки вот такие. Помните, из детства тропиканочки, когда было много косичек? Это такие красивые разноцветные штучки пластмассовые на себя налепливаешь и ходишь нарядные. Потом вот такие вот резиночки маленькие тоже. Это если вы будете делать на влажный волос, например, много разных. И в набор входит сама вот эта вот штука. Сюда нам требуются две батареечки формата АА. Здесь у нас есть два режима. Один режим это... А, да, два режима. Один режим у нас... Волосня. Один режим у нас крутит вот эти вот штуки по своей оси, вокруг своей оси. Это вверх, если мы нажимаем вниз. Это он крутится вот так по своей оси. И вот здесь вот можно зафигачивать пряди. Жгутики можно делать из двух прядей, из трех и из четырех. Мы сейчас с вами попробуем сделать из двух прядей и из трех и из четырех. Мы сейчас все это испробуем и посмотрим, какая же лучше. Так, сначала мы берем, сделаем из двух прядей. Расчесываем. Расчесываем. Делим на две части. Честно говоря, я уже эту штуку пробовала и поэтому решила снять для вас отдельное видео, отдельный обзор. Чтобы просто оно уже было. Я охренела, когда увидела, что эта вещь реально работает. Потому что сначала я брала, конечно же, как прикол просто попробовать. Но когда я поняла, как оно работает, я даже вам вставлю сюда видосики, как это ко мне пришло, какая я была счастливая. По идее, нам нужно сейчас что? Чтобы они крутились вот так вот, да? Вокруг своей оси. Мама, мне страшно. Тихо. Тихо, сказала. Вам видно? Они перестали крутиться. Что такое? Ай! Мне больно. Ааа! Вы видали? Вы поняли? Ё-моё, я поняла! Какая крутая машинка! Блин! Смотрите, сначала мы закручиваем, вставили, да? Вот сюда. Сначала мы закручиваем эти прядки вокруг своей оси. Это у нас вверх. То есть вот. Да, чуть-чуть спускаем. Чтоб они не запутывались тут. И покрутили вокруг своей оси. Закрутили. Затем, после того, как мы закрутили вокруг своей оси. Вот они. Видите? До конца. Прямо можно еще побольше даже. Вверх. Вверх. Еще поплотнее закрутить. Жгутики. После этого мы нажимаем вниз. И крутится вот эта штука вокруг своей оси. И закручивает еще наш жгутик. Теперь мы освобождаем его. И он не раскручивается. Так, как, знаете, как это работает? Можно делать очень красивые такие косы. Когда ты берешь две прядки всего. То есть из двух, да? Я раньше заплетала вот так вот две штуки. Между собой. Вот так. И думаю, как это люди делают? Я же видела вот такие вот косички. Как оно держится? Я заплетала. Вот оно. Должно держаться. Я так заплету. Даже если я здесь резиночку заколю, оно все равно херакс-херакс. У меня вот так вот расплетается. Ну, это сейчас у меня волосы так, они еще лежат. Но обычно расплетаются. Можете попробовать. А секрет в том, что вы берете две прядки и начинаете крутить вот так в одну сторону от лица. Одну. Крутить другую от лица. А потом между собой в обратную сторону к лицу. И тогда, если вы закрутите их резиночкой, потом будет держаться и будет вот такая красивая коса из двух. Я думаю, что по этому же принципу работает вот эта машинка. Сейчас мы сделали с вами локон из двух. Сейчас мы сделаем с вами также из трех. Можно делать таких много косичек. Я думаю, что будет очень даже классно. А если распустить, мне кажется, будет очень красиво. Ну, допустим, влажные волосы какие-то, да, вот только искупались, посушили. Прям можно заплести себе кучу таких косичек. Так, делим на три. Раз. Два. Три. Вставляем. Раз. Прям зажимается оно. Два. И три. Где-то. Угу. Да, все. Три висят. Теперь мы берем вот так вот немножечко ставим, да, от себя. Поднимаем вверх. Оно крутится вокруг своей оси. Проверяем, чтобы вот эти вот штучки не сильно заплетались, да. Конечно, нам нужно было это проверять. Здесь немножко выпало. Раз, поправим. Отогнем и засунем прядку, которая выпала. И дальше. Вверх. Все, вот оно закручивает. Эти уже между собой даже закрутились. А теперь вниз и вокруг своей оси. В общем, закрутилось, да. Просто у меня есть... Она такая более толстая, что ли, получилась. То есть, смотрите, вот на две, а вот на три. Интересная, да. Сейчас у меня волосы не свежие, конечно же, и получается немножечко... Но смысл вы понимаете, да. Они у меня пушистые, не свежие. Их нужно расчесать, чтобы они были прям ровненькие. И делать это, может, все не так быстро, как я. Давайте вот здесь вот еще. Приколась. Вот здесь сделаем на четыре. Не будем делать толстыми, потому что они могут выпадать, да. Разделим это на четыре. Если на мокрые делать, мне кажется, это еще будет проще. Они будут держаться и не так рассыпаться. Возможно, на мокрые даже и лучше. Теперь вверх они крутятся между собой. То есть, вокруг своей оси каждая крутится. Хорошо, если хвостиков здесь будет немного, прям на кончиках. И хорошо, если волосы одной длины. Можно немножко спускать вот так вот к низу. Так, все, мы закрутили их вокруг своей оси. Немного, да. А теперь вниз, и они крутятся между собой. Красота. Вот что получилось. Красивый жгутик. Если делать меньше еще, то, сами понимаете, много вот таких получится красивых жгутиков. Можно ходить. Естественно, если кто-то будет помогать, и вы будете делать не вот так, как я сюда, да, вот вниз, допустим. А как-то вверх вот так вот, то это будет и объем, конечно, они совсем по-другому будут лежать. Но смысл в том, что много можно с помощью этой штуки, много сделать таких красивых жгутиков. Вот у нас получилось три вида. Этот на 4, вот этот на 3, вот этот на 2. По-моему, очень хорошо. Но я думаю, что на влажные волосы будет лучше, потому что не будут они путаться, не будут сухими, не будут пушиться и между собой путаться. Вот. Вот что, такая красота. Мне эта вещь очень понравилась, честно говоря, я офигела, да, когда поняла, как она работает. У меня счастья не было предела, а теперь она будет у меня на полочке. Я обязательно сделаю вообще всю голову так, на мокрые, влажные волосы. И мне интересно потом распутать и посмотреть, какие будут волосы. Я думаю, что я сниму еще отдельное видео по этой теме, когда буду делать прям всю голову мокрую, влажную. Мы потом с вами поспим с этими косичками, потом их вместе распустим и посмотрим, что будет. А пока, кто любит косички, прически и жгутики, эта вещь реально работает, вещь крутая. Стоит не так дорого, как могла бы стоить. Я нашла самую дешевую на Алиэкспресс. И вам оставлю ссылочку под видео. Там еще, по-моему, были разные цвета. Так что, добро пожаловать в мир красивых причесок! Все, мои хорошие. Если мое видео было для вас полезным и интересным, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Впереди много интересного для вас. Я с вами прощаюсь. До следующего видео. Пока-пока! Пока!